шалом всем еще раз я приветствую из оккупировал временно оккупированного города оккупированного но не сдавшегося вальс захватили пророссийские пособники но мы не сдались мы не сдались и будем бороться до конца интернет работает занимаемся учим туру учеба туры помогает нам перенести спокойствие и в упование все хорошо и все отлично чтобы чтобы не делалось делается для нашего блага для нашего исправления хорошо сначала я хочу сегодня поговорить о главе да но не только о главе мы знаем что на следующей неделе будет большой праздник какой большой праздник вернее уже на этой неделе какой будет большой праздник кто мне скажет открывайте микрофончик и давайте общаться на включайте микрофончик и пожалуйста кто мне скажет какой праздник получается включить микрофона будет праздник куринку рим что означает праздник курин что означает это название ко мне расскажет кто мне расскажет что у нас микрофон давайте давайте открывайте микрофон это да шалом светлана хорошо не хотите хорошо буду рассказывать сначала сначала глава как называлась недельная глава да хорошо которую вы читали вчера на кто мне скажет ваикра ваикра да ваикра и это тоже на иврите и переводится да и возвал и возвал маше да и говорил и это глава рассказывает о различных видах жертвоприношений как там забивать что приносить что как какое жертвоприношение богатый человек какое жертвоприношение бедный бедный даже мог принести муку и вот то что мы сейчас печем халы это тоже как бы символизирует наши жертвоприношения это не просто булочки это тоже как когда-то были вот этих хлеб приносили в храм но сейчас естественно храма нет и никто не убивает не раздел тельцов ягнят возможно когда восстановится храм будет храмовое приношение это все восстановится но пока мы вместо нашей жертвы животных приносим жертву духовно скажем так приносим нашу молитву наша молитва во время служения это наше жертвоприношение поэтому тоже очень важно быть сосредоточенным очень важно участвовать много очень важно молиться ну что это сейчас наше жертвоприношение мы как бы приносим себя образом потому что это наше время это тоже наше тело мы приходим да стоим мы что-то читаем что-то произносим тоже это своеобразная своеобразная жертвоприношение и очень очень интересный этот раздел потому что этот раздел начинает целую книгу и полностью описывается вся система жертвоприношения которая была храме и когда мальчики 3-4 года приходили федер и начинали изучать тору начинали именно с этой книги видите насколько это важно кажется зачем нам это знать да но все равно важно знать потому что это таким образом мы благодарим всевышнего за то что он заботится что он нам дает свою любовь и мы если кого-то любим да мы подарим подарки тому человеку по которому мы любим также если мы любим всевышнего мы тоже дарим ему подарки подарки это наше время на наша молитва и наше присутствие наш контакт с ним вот это уже очень важно чтобы мы тоже контактировали с друг другом это тоже нравится всевышнему тоже когда мы любим друг друга когда мы контактируем друг с другом и делимся своим временем тем что мы умеем делать тем что мы хотим делать для для ближнего и для всевышнего тоже вот имеется ввиду приношение из вас если дословно перестись это вот это тора учит нас что это один из аспектов служения готовность к самопожертвованию когда человек себя посвящает исполнению заповедь и старается изо всех сил он гарантированно обретет среди тела помощь свыше иногда это чудесно праздник курим нас учит что бывают чудеса будем надеяться тоже на чудеса даже в той ситуации мудрецы так говорили там говорила именно с этой книги до своей края начинают обучение священным текстом еврейские мальчики когда впервые приходят в школу религиозную и благословенной памяти мудрецы так объясняли где это пусть придут чистые дети и займутся изучением чистых жертвоприношений жертвоприношений в отношении которых строго соблюдали законы ритуальной чистоты и вот эти наши наша учеба уже это жертвоприношение наше соединение со всевышним поэтому очень важно учиться что бы то ни было учить тору очень важно это дает нам жизнь это не просто как мы в школу ходим уроки учим это наша связь со всевышним изучение торы поэтому важно чтобы хоть бомбы пусть падают на голову все равно важно даже где-то во время второй мировой войны краковском я была в музее все будет хорошо тоже со временем поедем посетим это даже в краковском гетто даже в краковском гетто учили тору даже во время оккупации даже во время угрозы смерти ежедневно мудрецы учили не просто дашь ходить школу это тоже наши жертвоприношения мы показываем то что мы верим что бы то ни было ничего плохого не случится если мы с ним бояться ничего не надо все идет для нашего но надо укрепляться в своем единстве жертвоприношения животных имеет большой большой священный смысл храм был местом где был канал высшие духовные миры и оттуда из высших духовных миров исходило благословение на весь мир и там евреи молились не только за себя молились за весь мир за все народы видите как огромная духовная сила в наших можем молиться за всех не только за себя у нас особенностью но его избраны но можно молиться за всех обычный мир как бы он подчиняется земным законам но человек который дает творит добро показывает что он создан по образу и подобию всевышнего и вот почему приносили в жертву и животных это высшая точка его жизни принесенным жертв потому что животное сугубо материально то есть душа котика у собачки есть но это не такая вот и вот немножко другие задачи в существовании все равно их жребий их миссия жизни на немножко ниже и только у человека есть вот это высшая которая разговаривает с творцом и тут нашей душе может проявляться всевышний и поэтому те кто даже дети которые изучают пору тоже таким образом служат всевышнего да то что мы сейчас делаем это все равно что молитва все равно что молитва поэтому это очень важно важно в этом участвовать мы соединяемся таким образом со всевышним я тоже когда вам рассказывать и как я вам говорила что очень важно жизнь это наша душа соединена со всевышним жизнь тела важна она по сравнению с душой постепенно поэтому очень важно уберечь чистоту своей души быть действительно в соединении со всевышним так как никакие земные блага если мы испачкали свою душе если мы его продаем они этого не могут действительно жалко этих людей которые в отношении на преступление на измену потому что увы это навсегда потом остается след на их душе не только на душе на их душе на всех на всех на всей семье и жалко и жертва еще переводим на на юврике означается карбан приближение приближение к следующему и еще раз тоже второй аспект на второй аспект нашей главы знаем что текст торы записан записывается в свитке и эти свитки написание свитка в торы подчинено определенным законам это тоже не просто книжка да взял открыл переписал пусть без ошибок но все равно человек который учится писать свитки он учится очень долго называется сайфер сайфер писец и это тоже очень важная функция еврейской общины этот человек специально учится и он должен абсолютно без помарок писать священную текст даже если несколько небольших помарок текст торы текст брахи уже не годится поэтому это очень-очень важная и есть очень четкие законы переписывания поэтому текст торы дошел до сих пор спустя тысячелетия абсолютно неизменным запрещалось любой любой любая малейшее изменение малейшая ошибка то что мы видим было точно таким тысячи лет назад потому что был очень жесткий контроль и мы гарантия вся наша традиция жизнь наших общин гарантирует что текст торы был есть и будет неизменным чтобы там не говорить видите как и вот слове вайкра в этом разделе по традиции последняя буква а это изображается немножко меньше по размеру по сравнению с остальными и это слово можно по-другому вайка прочесть и вот это как раз видите каждая буква важна и вот такое прочтение покажет что это такое какая-то случайность это случайность происходящих но в этом есть огромный смысл что как мы видим очень разные события может приходите серьезные беды но задача даже этих серьезных бед это встряхнуть разбудить и сделать так чтобы мы обратились хорошо хорошо все по себе идет вот а вот когда что-то случается вот тогда начинаем молиться тогда вспоминаем но помнить о творце нужно без этих напоминаний и когда человек считает что а вот у меня какая-то произошла неприятность в школе двойку получила или что-то случилось да вот это случайность а потом если человек не обращает на это внимание всевышний может давать случайности все более неприятные все более тяжелые то есть таким образом творец нас обучает показывать что мы должны изменить в себе и в своей жизни потому что он наш папа он наш папа наш отец и он о нас заботится всегда и полностью вот и есть такая притча рассказать причем раз на эту тему может немножко сложно да вот может сейчас будет понять группа охотников преследовала лиса понятно что его обложили со всех сторон хитрый лис решил притвориться мертвым в надежде что охотники не станут трогать падаль увидев лежащего без движения рыжего красавца охотники склонились на добычу и начали ее тельть из листьев зубов можно сделать очень действенные амулеты сказал один из охотников и они очень ценятся и с этими словами он начал вырывать лису зубы тому хоть и было ужасно больно терпел изображал мертвого смотрите какой у него прекрасных хвост воскликнул другой охотник мне как раз на зимнюю шапку и он отрезал лису хвост тот даже взвыкнул спину я пожалуй возьму себе его мех размышлял слух третий охотник тут лис окончательно понял что выбранная им линия поведения не доведет до добра что так он погибнет еще и ужасной смерти лис вскочил на ноги что из мочи бросился бежать благодаря замешательству охотников ему удалось оторваться от них и скрыться из виду убедившись что шаги преследователей не слышны лис остановился как жаль что я не сообразил сбежать сразу когда они подошли сейчас был бы зубами из хвостом когда всевышний хочет пробудить человек сперва посылает испытание в ближайшем окружении друзьям приятелем там одноклассником если тот не реагирует испытания начинаются у него и в начале каких-то мелких неприятностей что-то там потерялось пошло не так как планировать и если человек не пропустается тогда могут обучиться билеты вот так нас воспитывать и вот есть история одного раввина очень интересная который жил в братиславе словакии 200 лет назад и вот он знал об этом законе и когда у него оторвалась туговица на плаще он сказал владыка мира спасибо я все понял и в дополнительных напоминаниях не нужно всевышний с нами разговаривает уже очень важно не пропустить и слушать его внимательно для того чтобы избежать больших неприятностей но увы это целое искусство а иногда и всевышний специально закрывают наши глаза потому что иногда надо пройти какие-то неприятности для того для исправления нашей души я текуна исправления ничего страшного это как что-то выучить как сдать экзамен хорошо мы это мы закончим разговаривать о нашей главе сейчас я попробую вам запустить мультик на тему этой головы там будут вопросы мы повторим сейчас вы молодцы сегодня собрались так хорошо вот почти все в полном составе молодцы так делюсь экрана так что запускаю вам мультик на главе экран а потом мы начнем говорить на тему курима на тему курима так сейчас видите заметно вам недельная глава торы воикра когда мы кого-то очень любим то нам всегда хочется сделать ему подарок то же самое и с евреями они любят всевышнего делают ему подарки приносят жертвы и хотя всевышний не нуждается в подарках жертвы приносимы в благодарность жертвы 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 во вару мир о которой и patiently Что приносили в жертву бедные люди? Что в наше время заменяет жертвы? Иисус. Нет, Иисус не заменяет жертвы. Сейчас я расскажу, почему. Почему Иисус в наше время не заменяет жертвы? Потому что то, что Иисус заменяет жертвы, это считают христиане. Мы с вами не христиане. Почему мы не хотим быть христианами? Потому что наша традиция утверждает, в нашей традиции нет принятия Иисуса как искупительной жертвы и как какого-то божества. Бог един, у него нет ни сына, ни жены, ничего и никаких детей у него нет физически и не может быть. Духовно мы все дети Всевышнего. И поэтому никакой посредник нам не нужен. Посредник, может быть, был нужен христианам, но это ошибка. Это неправильно. Всевышний может допустить это ошибочное восприятие для того, чтобы народы другие могли прийти к какому-то частичному единству со Всевышним. Которое у нас, как у избранного народа, было изначально. Это было, возможно, было допущение. Но сейчас мы знаем, что это неправильно. И еврейская традиция не считает Иисуса искупительной жертвой. Возможно, мы когда-то поговорим на эту тему подробнее. Я сама была 25 лет в католической церкви. Я вам подробно расскажу, почему это плохо. Почему это не ведет нас к полноте единства Всевышнего. Потому что мы выросли в такой культуре. Мы выросли в культуре, где Христы, где Церкви. Но это не наш путь. Мы выбрали путь более совершенный. Но я даже не выбирала, я его открыла, потому что я по рождению. Многие из вас выбрали этот путь. И очень важно его влюсти в чистоте. Это огромный дар, что мы смогли прийти к этому. Несмотря на то, что выросли в таком окружении, выросли в такой культуре. Это значит, что Всевышний нас очень сильно любит. То есть ты дал такой дар нам. И нам очень важно тоже учиться и понимать, в чем полнота этого дара. Увы, нет. Иисус ничего не заменяет, ничего не заменяет. Абсолютно, да. Заменяет жертву только нашим. То, как мы живем. То, как мы это делаем, да. Мы напрямую соединяемся. Нам не нужен пассажир. Нам мы другим. Очень важно это. Это дает огромную силу. Огромную внутреннюю силу. Такой силы нет хрестимости. Я говорю, как человек, который был хрестинцем. Я не знаю. Я знаю это на практике. Это не теория. Я знаю это на практике. И мы, возможно, об этом поговорим более. Вам все расскажу. Все расскажу, покажу. Потому что сейчас нам важнее поговорить о празднике Курим. О празднике Курим. Мы сейчас в каком месяце? Как называется месяц сейчас? Кто мне скажет? Адар. Адар. Месяц Адар. И в месяц Адар, несмотря не на все проблемы, которые сейчас у нас, есть заповедь умножения радости. Есть заповедь радоваться, что бы ни происходило. Потому что Адар – это месяц нашего спасения. И не с помощью кого-то там, как бы его не звали. Сам Всевышний нас спасает в месяц Адар. Да, конечно, он может пользоваться другими людьми. И знаем историю спасения. С помощью царицы Эстер. Эстер сегодня первая пришла. Очень символично. Первая пришла на занятие. И он тоже, как бы сказать, что воспользовался этой женщиной. Воспользовался ее положением. Но это не говорит о том, что она какой-то божественная. Каждый из нас может послужить Всевышнему. Но при этом мы люди. Никто из нас там не полу-бог, не бог. Вообще такого быть не может. Бог единый. А мы люди. И мы тоже очень много можем делать. Вот так вот. Отлично. Хорошо. Кто мне расскажет? Кто знает, что такое за праздник Пурин? Почему мы его празднуем? О чем там? Что происходило? Почему мы празднуем эту историю? Кто знает, что там происходило? Кто там? Какие были действующие лица? Я вообще вам мультик подготовила на эту тему. Если бы отзабыли, сейчас мы это все вспомним. Так, хорошо. Тогда давайте посмотрим мультик. Историю этого праздника. Так, сейчас я это опускаю. Мультик не будет очень длинным, но красивым. Так, вот оно. Так, вот оно. Запускали делись. В давние времена в Персии, в городе Шушане, жил царь по имени Ахашвирош. Он был очень богат и захотел похвастаться своим богатством, а потому устроил у себя во дворце пышный пир. И когда гости были в сборе, царь послал слугу, чтобы тот привел на пир царицу Вашти. Но Вашти заупрямилась и к гостям не вышла. Царь разгневался и казнил царицу. А кто же будет новой царицей? Много девушек явилось во дворец, но Ахашвирош выбрал в жены еврейку Эстер. Эстер выросла в доме своего родственника Мардыхая, и он велел ей пока скрывать, что она еврейка. Мардыхай был знатным человеком и часто сидел возле царских ворот, потому что там было место мудрых и уважаемых горожан. Однажды он услышал, что стражники задумали отравить царя. Мардыхай сообщил об этом заговоре Эстер, а та рассказала царю, жизнь царя была спасена. О поступке Мардыхая песцы записали в книгу событий царства. У царя Ахашвироша был важный министр по имени Аман. По особой просьбе Амана царь издал указ. Все жители моего царства при встрече с Аманом обязаны кланяться ему в ноги. Один только еврей Мардыхай не подчинился приказу и не кланялся Аману. Тогда тот решил убить Мардыхая, повесив его на высоком дереве, а заодно и уничтожить весь его и без того ненавистный Аману народ евреев. Долго думал Аману, в какой день года лучше всего убить евреев. Он стал бросать жребий, и жребий выпал на 13 число месяца Адара. Во все концы страны были посланы гонцы с указом Амана. 13-го Адара уничтожить всех евреев. Страшно стало евреям. Кто спасет их? Но Мардыхай не пал духов. Он велел евреям всем вместе молиться Всевышним. Мардыхай рассказал Эстер о страшной опасности и уговорил ее пойти к царю и просить того о милости. Когда Эстер вошла к царю, он протянул ей навстречу свой царский скипетр, знак того, что готова выслушать ее. Но Эстер ничего не сказала о грозящей евреям опасности, а просто пригласила царя Амана на маленький пир. Ночью царь Ахашвирош не мог заснуть. Он приказал принести книгу событий и почитать из нее что-нибудь. Так он узнал, что Мардыхай спас его от смерти, но до сих пор не получил за это никакой награды. Наутро к царю пришел Аман, и царь, размышляя о Мардыхай, спросил Амана, как можно отблагодарить человека, который услужил царю. Аман решил, что это его царь хочет наградить, и посоветовал. Пусть оденут этого человека в царскую одежду и посадят его на царского коня, и пусть важный бельможа водит коня под узцы по улицам города и объявляет. Так царь награждает тех, кого особенно ценит. Царю понравился совет Амана. Он приказал Аману водить по улицам коня, на котором восседал разоретый царские одежды Мардыхай, и Аману пришлось выполнить царское повеление. В тот же вечер царь и Аман снова встретились на перу у царицы Эстер. Царю захотелось сделать ей какой-нибудь подарок. Он был готов дать царице хоть полцарства. Но Эстер просто сказала, злодей Аман хочет убить меня и мой народ. Ахашвирош страшно рассердился на своего министра и велел повесить Амана на том самом дереве, которое Аман приготовил для Мардыхая. Царь разрешил евреям защищаться. Евреи победили всех своих врагов и стали радоваться славе Всевышнего за избавление. В память об этом чудесном спасении каждый год отмечают праздник Пурим и читают свитер Эстер. Так, вспомнили, да? Вспомнили, что это за праздник. Ну, надеюсь, уже праздновали. Не все будут первый раз, да? В этом году праздник очень веселый, очень красивый. Очень много чудесных обычаев, связанных с этим праздником. Сейчас хочу вам показать презентацию. Что кушаем, что печем, как можно красиво одеться, красивые костюмы. Этот праздник, он такой похож на карнавал. То есть мы одеваем красивые костюмы карнавальные, не во время христианского карнавала, но во время праздника Пурим. И можно тоже одевать маски различные. И пекутся такие треугольные пирожки. Ознай Аман, уши Амана, да, они называются. Я вот уже все приготовила в этих пирожках и буду петь через несколько дней, да? Я вам сейчас покажу, как это все выглядит. И в Израиле, и не только в Израиле. Таким образом выглядят костюмы. Потом тоже, может быть, если кто-то у кого-то костюма, покажете мне, какие костюмы у вас будут. И дам вам интересное домашнее задание. Можем тоже сделать слиток. Слиток СТР читается во время этого праздника. История. Как раз вот эта вся история читается. Так, окей, закрываю. Открываю презентацию сейчас. Мы увидели какой-то красивый праздник. Как можно здорово и красиво его праздновать. Так, окей, снова берем с экраном с вами. Вот видим символы этого праздника. Да, вот такие вот треугольные пирожки, уши Амана, да, маска, масохон, да. Вот это вот трещотка, да. Крутим эту трещотку, когда во время чтения вспоминаем имя Амана. Ну, имя только имя Амана, ее жены, его сыновей. Вот, вот эти, да. Такие треугольнички с начинкой. Самые разные могут быть вкусные. Это ушки Амана, уши Амана. Так, а вот видите, как можно красиво, интересно нарядиться на этот костюм. Что есть митцва. Митцва есть обязанность, заповедь наряжаться. Такие костюмы на этот праздник. Так, ну, это фотография, это дети в Одессе, в Одесской синагоге, а это вот в Израиле, что-то все. Происходят разные утренники, луны тоже обязательно участвуют, представления разные, куринские для детей. Вот такие костюмы для самых маленьких костюмов, да. Вот, вот дети постарше, так могут красиво нарядиться в героях, да, в фильмах. Вот такая принцесска. И вот даже животных наряжают в костюме, да, на турине. Вот такой интересный праздник. Все хорошо. Возвращаемся. Вот. Поэтому видите, как много интересного и много радости нас ждет, вот, буквально через несколько дней. Еще нужно подготовиться, все испечься, приготовить, подготовить костюм. Ну, костюм можно и самому что-нибудь интересное придумать, даже не обязательно, а просто костюм, да, какой-то элемент интересный, который мы в обычной жизни не носим. Так вот, да-да-да, слушаю тебя. Только микрофон надо открыть, вот, вот, все-все-все. Что хочешь сказать? А у моих брата какие трещотка? Да, так мы, конечно, молодцы. Надо вот во время чтения, да, трещать. Конечно, будет чтение. Вы можете попроситься, чтобы вас взяли на чтение. Светка могут в этом участвовать, даже хорошо будет, если будут участвовать, да. Вот, и можно трещотку трещать, топать ногами можно, кричать. Это очень-очень действительно весело. Можно во время этого чтением это разрешается, да. Это очень интересно, очень весело. Вообще очень интересно весело, когда все в костюмах. Даже и раввины, и взрослые люди всех в костюмах, да, не только дети. Очень такой веселый и радостный праздник нас ждет. И праздник тоже связан с большими чудесами. Поэтому посмотрим, что у нас будет через несколько дней. Может, чудо у нас какое-то будет, да. И обычно очень часто враги Израиля на пути умирали, да. Я не хочу как бы ничего, да, планировать или говорить, но узнать, что очень многие злодеи, которые хотели подчинить след к Израилю, умирали на пути. Вот так вот. Поэтому неизвестно, что еще будет через несколько дней, да. Вот такие вот дела. Так, хорошо. Ну и давайте мы еще, я вам подготовила такую викторину, да. Такой тест, да, поотвечаем на вопросы разные. Так, хорошо. Давайте скажем, как мы читаем свиток Эстер, да. Ну как же зовут главную героиню этого свитка, да. Кто мне сказал? Эстер. Правильно, Рассказ. Эстер, эстер. Логично, да. Все логично. Вот. А кто такая вождь? Вот ставлю пятерку сразу. Первая царица Ахашвироша. Да, это первая царица, да, жена царя Ахашвироша, да, которая его не послушалась. Была такая гордая и не послушная царица. Да, и поэтому из-за своего непослушания с царицей, да, жена должна мужествовать. Да, вот так вот. Вот, ее, так сказать, уволили с должности царицы и выбрали на ее место другое, выбрали Эстер. Да, царь не знал, что она ее отвлекла, отдыхала, как мы видели в мультике, сказал, чтобы она скрывала. Да, потому что иногда, ну, всем не нужно все знать, да, иногда нужно вести себя мудро и лишней информации не рассказывать. Вот. Ну, как видим, был тоже план Всевышнего, да, чтобы она попала в Ахашвирош и стала царицей, потому что и тогда она смогла действительно спасти свадьбу. Да, ну, идем дальше. Молодцы, все отлично знаете. Знаете, что был царем Ахашвирош. Это просто уже восьминство, да. Вот. Уже рассказала, что прогнал вошти, потому что она его не послушалась, да, не послушалась. Не послушалась. Знаете, что любая девушка, которая бы царю понравилась, да, и вот Эстер понравилась царю, но говорят, что она была красива не только внешне, физически, в ней была огромная внутренняя красота. Что, когда сочетание внешней и внутренней красоты, это действительно вот это совершенная красота. То есть это нужно быть слепым, чтобы это не заметить. Поэтому, девочки, не только заботитесь о своей внешней красоте, заботитесь о своей внутренней красоте. Это тоже, тоже, тоже хороший, очень хороший, хороший, хороший метод стать очень красивым. Вот, когда и внешняя красота, и внутренняя, тут уже никто не устоит. И вот царь не устоял, она была очень красивым внутренней. И даже, говорит, наша традиция, что она не была даже очень молодой, да. Вот, уже не обязательно, но она была красива, как бы, по всем показателям, скажем так. Вот так вот. Ну и, конечно, ее подготовили, говорят, что его так причесали, делали массаж, намазали душистыми маслами, надмаслами, надушили. И вообще она была очень-очень красива. Ну, слушай, нельзя было прям не понравиться. Она заняла место царице Башки. Но, и был ее опекун Мардыхай, тоже был очень высокопоставленным человеком, был министром при царе, да. Почему? Он был мудрым человеком, был очень, это человек, который хорошо выполнял свои обязанности. Из-за этого царь его ценил и уважал. Ну, понятно, когда человек, человека ценят и уважают, тут всегда находятся завистники, да. И нашелся такой завистник, да, среди неевреев, да. И уже имя его упоминалось, да. И как же его, как же его звали, кто мне скажет? Аман, да, Аман. Кстати, вот эти уши, мы едим уши своего врага, да. Не как-нибудь, а уши врага едим, да. Вот такой праздник, да, мощный. Вот. И этот человек, он очень сильно завидовал Мардыхай, потому что он метил на его место, ему не нравилось, да. Вот, но он не хотел работать над собой, не хотел стать лучше Мардыхай, мудрее, умнее, да. Он хотел только с помощью интриг убрать этого человека, да, с его места, с его должности, да. И пошел, как говорится, его оговаривать, да, оговаривать, использовать нечистые методы, что, конечно, делать в коем случае нельзя, да. И за что он, естественно, получил, да. Наказание очень быстро прилетает. Как бы он там не планировал. И, опять же, и закончилось, то есть, что послужило, да, поводом такой нет. То есть, Мардыхай отказался этому ума, ну, кланяться, признавать, что он высший. Это не потому, что Мардыхай был такой гордый, да. Это потому, что мы кланимся только Всевышнему, да. Мы не кланяемся перед Всевышним, все люди равны. Кем бы он ни был, там, царем или большим начальником, мы все равны к Всевышнему, да. И мы не можем человеку отдавать такие почести, вот то же самое связано с Иисусом. Мы не можем никакому человеку отдавать такие почести, которые мы можем отдавать только Всевышнему. Потому что тогда это идолопоконство, это нарушение первого запада. Мы все люди, какие бы ни были там, совершенные, несовершенные, да, с властью, при властью, мы все люди, но все перед Всевышним одинаковы. У нас есть только о том, что мы различаемся в том, что мы даем Всевышнему, да, в нашем служении. Один может дать больше, другой меньше. Ну, опять же, кто, кто, кто в этом мире больше, меньше, да. Каждый дает из себя то, что может дать, да. И, возможно, это мы считаем, что больше, меньше, да. Для Всевышнего все хорошо, все много, да. Мы у нас, мы смотрим другими, Всевышний смотрит своими. Вот так вот, да. Вот. И он отказался, ему кланяться, да, совершенно, совершенно закономерно. Потому что не может человек, верующий во Всевышнего, кланяться другому человеку, да, как Богу. Это идолопоконство, это запрещено. Так. И, соответственно, он устроил сагово, да, в этих них духах. И был брошен жребий. Пур, это жребий. Пурим, это как бы жребий и множественное число, да. И выпало, он хотел уничтожить всех евреев. Он возненавидел весь народ, не только Мартукару, да. Вот как его ослепила ненависть, как его, злой дух, его ослепил на Амаму. И выпал жребий на месяц Адар. Хотя происходило все в Мексане, да. Вот. И тогда начали готовиться к тому, чтобы убить всех евреев, да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. И что сделала Мардыхай? Он увидел очень ясную ситуацию. Он не впал в панику, да. Он увидел, что надо делать. Пошел к царице Эстер и сказал, да. Сказал ей, возможно, ты для этого получила, стала царицей, чтобы спасти свой народ. Он призвал ее тоже к действиям, к активным. И знаем, что это было очень опасно, да. Она сказала, она знала, как себя вести. Она была умной женщиной, да. Она знала, как себя вести. Сказала, если пока царь меня не позовет, я не могу помнить сама. Да. Это смерть. И она знала, что она может умереть. Ситуация, когда сама пришла к царю просить за сону. Когда она открылась. Но Всевышний был с ней, да. Знаем, что все молились, все постились. И она, преодолев свой страх, пошла. Пошла и умереть получилось. Поэтому иногда бояться не надо. Иногда нам кажется, что ой-ой-ой, ой-ой-ой, и ужас-ужас. А там, оказывается, вообще ничего страшного не происходит. И таким образом Всевышний предал в руки евреев всех их врагов. И была, была огромная радость. Огромная радость. И все были спасены. И вместо того, чтобы евреи были уничтожены, они получили возможность уничтожить своих врагов. И в честь поста, которым постилась царинца Эстер, которым постился весь еврейский народ, чтобы все получилось, тоже есть пост Эстер накануне праздника. Но детей это не обеспечивает. Дети, если уже очень сильно хотят, если разрешают взрослые, могут кушать поменьше. Но полностью поститься вам еще пока рада. Это можно здоровье наградить. А здоровье это очень важно. Чтобы быть крепким и выросли здоровым. Так, хорошо. Ну вот. И есть еще, сейчас две минутки покажу, муртик, тогда мы на нем закончим. Какие обычаи? Посылаем подарки. Но это вас не касается, это взрослые. Вы просто должны знать, когда вырастите, вот будут такие обязанности. Есть уже обязанность радоваться и хорошо покушать. Вот эта митцва вам доступна. Потанцевать и хорошо покушать на праздник. Ну а подарки взрослые посылаем. Они могут их купить. Так, ну сейчас две минутки вспомним. Такой тоже муртик и мы закончим. Все небольшие молодцы, хорошо работаете. Не бойтесь, не стесняйтесь, все мне рассказывайте. Я понимаю, что все мы сейчас немножко нервные, да, но жизнь продолжается. Жизнь продолжается, и мы должны показать всем нашим врагам, что несмотря ни на что мы живем, мы радуемся, потому что мы соединены с Всевышним. Мы соединены с Всевышним. Он наш отец, и он ничему плохому в нашей жизни не позволит случиться. Вот таким вот так. Вот такой муртик есть. Так, сейчас вам его покажу. Это специально для детей. Мы празднуем Пурим в честь спасения евреев под истрепление во время персинского царя Паташтероши. С тех пор мы чтим эти заповеди Пурима. Их четыре. Первое – это чтение свинка Эстер, в котором рассказываются события тех времен и о том, как удалось нашему народу спастись. Важно всегда помнить, что мы одержали победу благодаря чуду Творца. Вторая и третья заповеди – это подарки друзьям и пожертвования бедным. Это очень важные поступки, ведь забота о ближней объединяет наш народ. И четвертая заповедь – праздничный веселый мир. Мы веселимся вместе, вспоминая чудесные события этого дня. Во время праздника мы идем в горахке о Минтаж, переодеваемся в карнавальный костюм, а во время чтения свинка Эстер, когда произносит имя злодея Амана, громко трещим трещок. Вспомнили, да? Хорошо. Я вам желаю веселого праздника, Курим. Надеюсь, что ничто нам больше не помешает встретиться через неделю. Благодарю вас, что пришли. Надеюсь, что вам было интересно и понравилось. Ну, и Курим за мрак. До свидания. До встречи. Спасибо вам тоже. Спасибо за это. Спасибо. Рада была. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok